Это не странно звучит по отношению к дебютиву. Он в большой степени является не продолжением, но панданом или аловерды к докладу моего предшествующего коллеги. Сейчас я объясню почему. Про дебютив написано очень много. И со времен, по-моему, Энзелина, эта конструкция на экране перед вами, я коротко ее обрисую. Я не буду сейчас вдаваться, понятно, что она состоит, грубо говоря, из четырех частей. Первая часть, она экземплифицирована с помощью ман «мне». Любой логический субъект стоит в дательном падеже. Эта конструкция, допустим, «мне нужно прочесть книгу», то есть «я хочу, нуждаюсь в том, чтобы прочесть книгу». «Мне» стоит в дательном падеже. Дальше идет связка в любом времени, которая опускается в настоящем времени, как это принято в наших добрых балтийских и славянских языках сплошь и рядом. Дальше идет объект, вот этого объекта глагола, стоящий парадоксальным образом в именительном падеже. «Книга», то есть буквально это был «меня», «мне», «есть» или «будет» или «была», неважно, там любые времена, любые наклонения. «Книга». И дальше специфическая форма глагола, вот она последняя стоит, «ярец», это «увидеть», «мне нужно его видеть». «Ярец», его называют обычно дебютивным герундивом, это форма, формально совпадающая с третьим лицом обоих чисел, понятное дело, поскольку литовский с латышским не различает чисел в третьем лице, с префиксом «я». В одном единственном случае, именно глаголом «связка» употребляется три формы, то есть литературная форма будет «я», «буд», то есть форма, формально совпадающая с инфинитивом. И в диалектах широко распространены формы «я», «ир», то есть стандартная форма связки третьего лица, вот ровно такая, как стоит в этой фразе, и форма «я», «бу», ну как бы с известной, опять же, литвуанистной, собственно, известной балтийской формой от корня «быть», от основы «бу», «бы», «бу» вот этот долгий, от нее образуется настоящее время, то есть презенсом вот этой основы. Дальше все по правилам, то есть «рец» это чистое третье лицо, «ярец» это вот все вместе дебютив. Так вот, со временем, да, ну и особенность состоит в том, что если у нас объект этого глагола это местоимение одного из первых двух, то есть первых двух лиц, там «я», «мы» и «вы», «ты», то объект стоит в аккузативе. Значит, со времен Энзелина принято считать, и, по-моему, никто с этим не спорил, собственно, это то, с чем пытаюсь спорить я, что это «я» это остаток несохранившегося в латышском языке местоимение «он», ну как бы типа «из» литовское, да, при этом оно здесь, ну, как видите, если считать, что «я» это точное соответствие литовскому «йо», то это уже основано и перешедшее в основу на «йод о», как бы, ну, после «йод о», как бы, два «йода» будет один «йод», то есть это как бы основано мягкие, баллотализованная основана на кратке «а» в генитиве, и «арец». Значит, в чем состоит, на мой взгляд, беда этого объяснения? Беда состоит в том, что, во-первых, этого местоимения нет, и это довольно странно, что местоимение сохраняется в одной единственной форме. Беда номер два. Дело в том, что по интонации действительно «я» вот это имеет нисходящую интонацию, как это нарисовано, но есть формы, есть дублетная форма, я не уверен, что она хорошо помечена, что она подробно, во время Люнбаха, подробно раскратографирована пометами о местах, она бывает с длительной интонацией, и плюс она бывает, ну, понятно, что бывает рефлексы долгого «а» в виде «о» долгого или «о» долгого, с той же самой нисходящей интонацией, ну, или ее эквивалентом в двухтоновых диалектах. И, наконец, бывает форма с кратким «у», «ю», что совсем плохо, потому что это означает, что это форма, вот эта самая форма другого падежа, да к тому же еще сократившаяся, при том, что это однослог, которому не с чего сокращаться, он стоит тут под ударением, эта форма всегда ударна, то есть это как бы клитика, ну, очень раннего типа, да, или, ну, как бы, вот этот местоименный, якобы местоименный вот этот протез, как бы, да, значит, и, ну, перед тем, как перейти непосредственно к этимологии, я тут внизу во второй фразе, я пытаюсь, это опять же то, что до некоторой степени корреспондирует, значит, докладом Антона, что я, скажем так, мне плохо понятно, как может язык в здравом умении трезвой памяти, имеющий прекрасное падежное маркирование, имеющий специализированную форму акузатива, ни с чем не смешивающийся, там, очень часто, или на том этапе, когда эта конструкция возникала, там, или, вот, за каким бесом он может заменить прямой объект инфинитива, заменить акузатив в нем на номинатив, это просто не укладывается в голову, потому что, опять же, это можно, ну, если принять теорию о сроком балтийском влиянии, то это как раз и есть, и есть влияние прибалтийско-финского, почему это не влияние балтийского, да потому что по умолчанию все-таки в литовском же и в латышском нормальным является маркирование акузативом, есть специальные случаи маркирования, они описаны в статье Пети как раз 13-го года, переключение маркирования на номинатив, датив или генитив, у нас есть, как бы, три альтернативных способа маркировать объект инфинитива. Ну, опять же, такая конструкция, как литовская латышка, вряд ли может быть проформой, там, или про, как сказать, источником наводки для северо-западных русских говоров. Опять же, мы, скорее, должны иметь, ну, скорее, это больше похоже на прибалтийско-финское что-то, но здесь, опять же, я бы этот вопрос подвесил, поскольку нужны хорошие данные по императивам, как бы, что императив ведет себя точно так же или не точно так же. В противном случае мы имеем дело тот самый модальный инфинитив, где у нас наоборот, раз у нас включается номинатив, то он является, как бы, слугой, а хозяином, а слугой является инфинитив, который является его определением, как бы, там, какой, для чего предназначенный, к чему служащий. Вот, и я здесь, опять же, набросал, как бы, что, как я себе представляю, я понимаю, что это хулиганство, я, поскольку доклад, мы все-таки не об этом, что, как я себе представляю, выкрутиться из того, что мне нужно видеть тебя, это тебя стоит в аккузативе, а не так, как все остальные в номинативе, что у меня есть необходимость, а дальше идет инфинитив, который уже по-настоящему по-чесноку управляет тебя в аккузативе, для первых двух лиц. У Ильи Сержантов прекрасная работа про дебютив, и он, собственно, сделал большую часть того, что мне нужно, как бы, для моего доклада и для моей пуанты, как бы. Он описал, как раз, в частности, о том, что, ну, там, о том, что кроме первых двух, местоимения первых двух лиц, встречаются и другие употребления, почти исключительно одушевленные, когда объект этой конструкции ставится в аккузативе, но я предлагаю для них такую же интерпретацию, то есть, что не у меня есть тебя видеть, потому что у меня есть ты, чтобы тебя видеть, как бы, да, а у меня есть необходимость тебя видеть, возможность, я не придумал слово для видения, ну, там, склонность к видению тебя, когда тебя, это нормальная, так сказать, нормальная, зависимая от инфинитива, аккузатив, как ему, как и положено во всех формах. Теперь, значит, переходим, собственно, к этимологии. У сержанта, опять же, огромное внимание, собственно, практически весь папа собой работы, он почти совпадает с моим, кроме одного маленького пункта. Он пишет о том, что ему нужно для его, как бы, чтобы эта вот форма, которая, ярая, форма, которая совпадает с третьим лицом, чтобы она исходно была не личной формой глагола, а инфинитивом. Он абсолютизирует форму ябут, вот эта, которая одна из трех возможных форм для глагола бытия, что раньше там был инфинитив, потому что вся эта конструкция очень похожа на инфинитив, все это, как бы, ну, дебютивный герунтив похож на инфинитив. Это чистая правда. Но критично, что именно все вместе это похоже на инфинитив, а не форма глагола за вычетом «я», которая, как считается, является просто местоимением, которое, кстати, довольно плохо вписывается, ну, в синтаксисе, если расписать вот здесь вот, то этот родительный падеж здесь совершенно не к силу, не к городу. Именно родительный, а тем более там бывает «ю», которая считается куском, там, допустим, творительного падежа, там, или непонятно какого. Значит, и вот я, значит, что предлагаю я. Это, ну, четыре столбца означают четыре, ну, я поясню, я давал латинские ярлыки, но это как бы неважно. Первый столбец, ну, не название языков, естественно, а значение. Первое значение — это ответ на вопрос, ну, на общий вопрос, да, или нет. Второй, вторая колонка, это я назвал, ну, а-ля аптатив, это как бы то, что стоит при форме, при спрягаемой форме глагола, совпадающей с обычным презенсом или имеющей от него там тонкие отличия. Например, есть работы, посвященные тому, что использование форм с Т и без Т в русских диалектах могут зависеть, вот, например, контролироваться этим фактором. То есть, что реальное действие, реальное действие имеет Т или Т в конце, ну, преимущественно у глаголов первого спряжения, там, какой-нибудь там, имелец там, да, а если мели формы без Т, с отпавшим Т, это на самом деле форма некоего косвенного наклонения, инъектива там, ну, или этого самого аптатива. Я сейчас, опять же, это отдельная большая тема, очень интересная. Ну, неважно, в любом случае, конструкция, да, типа, да здравствует, она, это вот она, у нас есть спрягаемый по всем лицам и числам глагол плюс частица, которая здесь выписана. Третий столбец, это союз типа И, А, Но, вот, который тоже, ну, там, может присутствовать, не присутствовать в такой форме в этих языках. И, наконец, последнее, это что-то вроде, так я ж тебе говорил, это вот эта безударная форма так, которая означает, ну, я сделал, что это примерно, что-то вроде игитур, но это, конечно, не игитур, но, опять же, трудно подобрать латинские эквиваленты для того, для чего их, в общем, скорее нет. Так вот, значит, вот наши славянские языки. Значит, в старославянском мы имеем только, да, как квази-псевдоаптативную частицу. В болгарском мы имеем утвердительный ответ и ударный, и это же безударное, это да, да здравствует. То же самое в македонском, то же самое в сервохорватском, то же самое в славянском. Русский язык замечательным образом имеет все четыре формы. Опять же, я сейчас не беру, я сейчас, ну, как сказать, мне русский нужен просто потому, что это некоторое, как сказать, это некоторое перекресток некоторых путей. В русском есть все четыре употребления, все три употребления да, то есть день до ночь, там да, да здравствует и нет, да или нет. И, наконец, есть вот это самое так, которое бывает так, ну, и знаменитая вот эта медьковская дык, которая является самостоятельной клаузулой, но она является понятной эллипсисом конструкции дак и дальше что-то. Дак яш, дак тыж, дак оно. Вот, это самое дак или дык. В белорусском антигенотическим образом ровно это дык и есть. Вот это так, безударное так, в белорусском будет ровно дык. А союз, сочинительный союз будет дык. Я, опять же, пишу непонятно, что пропуски означают, что формы, которые там, конечно, есть для всех этих языков, они меня просто не интересуют. И мы видим довольно любопытную штуку, что у нас языки делятся фактически на два типа. У нас есть вот это старославянско-старославянско-русский тип, так сказать, и есть, западнославянско у нас представлено одним языком, несчастным польским, это восточнославянско-польский тип, где у нас ответом на вопрос общий является слово так, таким образом, как это, собственно, и в латыни, фактически, соуанглийское там и так далее. Это слово так или его перевод. Ну вот в литовском мы имеем его как перевод или полный эквивалент. Тейп это просто так. Ну и, соответственно, в украинском есть еще та, который один из вариантов сочинительного союза, и вот этот самый дык, который бывает так или та, это бывает ска или безка. Любопытно заметим, что у нас как бы языки, у нас форма с Т или Д синхронизирована, то есть у нас белорусский, понятное дело, является границей двух этих зон, как бы, да, литовско-западнославянского и русского, который, который, как бы, ну, примыкает вот к этой южнославянско-старославянской группе. Вот, поэтому в нем есть и да, но, конечно, основная форма это так, то есть он скорее по-честному, если, наверное, пуристы осудят да в этой таблице, и скажут, что там должно быть только так, ответ на вопрос, да. Вот, значит, поскольку они синхронизированы, возникает подозрение, что они одно или это тоже. Во всяком случае, в том, что касается, в том, что касается вот этих первых двух колонок, то есть ответ на вопрос и оптативной частицы, потому что они странным образом не противоречат друг другу. И вот в русском, опять же, что происходит в русском, у нас это, видимо, уникальное явление, что у нас при слове «этак» может быть и «эдак», и вот этот безударный «этак» ведет себя так же, как безударный хвост местоимения «этак». Оно может озвончаться и вот этот самый, давать нам этот «дак» и «дык», который даже может потом анекдотическим образом, опять же, ударяться, стать ударным, ударным словом самостоятельным. Вот, значит, ну понятно, к чему я клоню, к тому, что оптативная частица происходит, то есть как бы она не происходит, она воспринимается, скажем так, как безударная форма ответа на вопрос «да» или «нет». У литовского «те», «тя», которая, одна из двух «тя», которая обозначает императив третьего лица, «тяняша» или «тяняще», нет никакой этимологии, как, впрочем, у всех этих литовских. Второе литовское «тя», которое, как бы, означает, как это называется, рестриктив. Рестриктив, да, это называется по-хорошему. Вот, рестриктив, значит, я могу, опять же, это в данном случае скорее хулиганство чистое, потому что мне нужен дебетив, но я утверждаю, что «тя» — это, в общем, можно, как сказать, без больших натяжек считать редуцированной, клитизированной формой «тейп» или просто «тейп», без «пи», просто, как бы, исходной формой, без частицы. А второе «тя» — это просто форма «тик». Это «тик», которая тоже, как клитика, рестриктивная «тя», «тейра», которая и так далее. Оно, сколько там, вот. Ну, то есть эти оба «тя» происходят из полнозначных слов путем клитизации, так же, как эта клитика происходит из слова «да». Они, опять же, синхронизированы. Ну, и дальше все, дальше понятно, к чему я веду. К тому, что латышское слово «да», ответ на вопрос «да» или «нет», это «я», это, конечно, германское заимствование. Оно считается там ранне, ново, нижненемецким, там, значит, и зафиксировано там очень, не очень хорошо, латышский это не любил, он любил повторять глагол в ответ, там, и это распространилось, как калька или как такой немецкий стилистика, потому что нужно было различать в немецких книгах у нас или ответ на вопрос «хочешь, хочешь». или «хочешь, да». И нужно было это «да», «да» не было готового, «да» его взяли из немецкого на огромной территории, эти «я», «ё», «ю» и так далее распространены. И, соответственно, я утверждаю, что аптативная частица – это то же самое, это ответ на вопрос «да» или «нет». Она устроена так же, это соотношение устроено так же, как старославянская русско-южнославянская вот эта штука, и она образует форму аптатива «да» плюс, так сказать, проиграемая форма глагола. Каковая форма глагола является хорошим, что сто лет известным эквивалентом инфинитива в тех же самых южнославянских языках, очень часто единственным эквивалентом, потому что в сербо-хорватском инфинитив синонимичем этим формам, в болгарском от этого инфинитива почти ничего не осталось, осталось форма без «ти» конечного в составе будущего времени, а самого инфинитива уже нет. У нас это единственный способ в македонском выражении инфинитива. В русском мы строго распределяем, я хочу есть, я хочу есть, а если я хочу, чтобы ты поел, то чтобы ты ел. Не засказать, я хочу, чтобы я ел, это как бы, это в общем не по-русски. По сербо-хорватски там наоборот, мы скорее скажем «да», да, и с первым лицом, и со вторым лицом, в болгарском только так и можно, если лица рассинхронизированы, то это эквивалент русской «хочу, чтобы», а если синхронизированы лица обеих предикаций, то это будет инфинитивная клауза. Вот и все. То есть мы имеем эквивалент инфинитива в латышском, полученный сложением частицы, аптативной, квазиаптативной частицы «я», которая этимологически восходит к слову-предложению «да», в данном случае аж заимствованную из немецкого, плюс форма глагола третьего лица, которая в случае с «буд» представляет собой просто форму математического спряжения, ну, видимо, несохранившегося аптатива с другой, как бы, ну, как и «эт», собственно. «эт» неразличимо, «я» и «эт», чтобы пойти, как бы, да, чтобы пошел. Это «т» не отличает третье лицо от инфинитивного «т», от инфинитивного «ти». Ну и, соответственно, вот и есть пафос моего доклада, что это происходит не с какого-нибудь вместоимения, а из, так сказать, квазиаптативного употребления. А то, что это все вместе эквивалентно инфинитиву, про это у сержанта такое количество аргументов, что даже, в общем, мне, как бы, почти нечего к ним добавить. Вот. Ну, наверное, разумно сказать, что это все. А почему вы считаете, что употребление слова «предложение» первично по отношению... Нет, оно не первично, оно не первично, но парадоксальным образом у нас эти вещи одинаковы. Это же не может быть случайно. Вот то, что здесь у нас это все, как бы, одно и то же, это довольно странно, согласись. Что, ну вот, что «да» и там, и там «да», отличаются они только ударением, то есть самостоятельным или критическим употреблением. Никакой этимологии, сколько-нибудь правдоподобной даже, или заслуживающей, не знаю, ну, как бы, они даже не возбуждают эти этимологии, ни у какой из этих «да», ни у «да», которая в ответ на вопрос, ни у «да» частицы, ничего у них нет. Я для провокации привел грузинскую эмигрерскую форму, которая «союз да», которая означает «и», как в русском языке. Но при этом ни в каком страшном сне никто не считает это русским заимствованием. Это есть в словаре Климова, это есть вообще в этимологических словарях карпельских языков, это общая мегрелочанская, как бы, вещь, у нее там оглушение происходит внутри сложных слов, внутри сложных числительных, в мегрельском происходит оглушение «втхо», из «до» в «тхо». То есть это вещь, ну, очень старая, это тысячи лет, она не может быть русизмом. Опять же, никакого, я к тому, что происхождения у этого всего нет, наверное, оно разное у этой правой колонки, ну, опять же, с другой стороны, «та» и «так», это же явно одно и то же. То есть наводит на мысль вот украинское «так», «та» и вот это вот «та я, что бы казала». Вот. Поэтому я не понимаю, в чем... Есть сходство, я фиксирую то, что это явно одно и то же. Одно и то же в том смысле, что либо одно происходит из другого, либо у обоих есть некий общий источник. Этимологии, опять же, нет, но сходство налицо. Это как бы, ну, с этим ничего сделать нельзя. Это может быть, опять же, поскольку у нас латышский, ну, как сказать, ну, контактирует с русским, это может быть даже, я не побоюсь этого слова, калькой такой, ну, глубоко, как бы, глубоко зашитой, что у нас, поскольку и то, и другое «да», то «я» тоже будет и там, и там такое. Ну, или это, опять же, типология, поскольку эти вещи склонны быть одинаковыми. Я не беру здесь, я, как бы, я под этимологией здесь имею в виду, что я настаиваю, что в «дебетиве» латышском первая его часть — это то же самое, что ответ на вопрос «да» или «нет», что это заимствование из немецкого частица «да» и «ес», которая, приклеившись к глаголу, дает инфинитив. Ну, как через оптативную конструкцию «да» «здравствует». Это и все. Спасибо.